Тупиковая ситуация. Автошкола в Екатеринбурге прокатила курсантов и инструкторов. Учеников набирали еще осенью, но дальше теории не уехали. На практике оказалось отделение автошколы закрыто, сотрудники без зарплаты, а руководство увиливает. Мол, все это последствия новых требований. Так ли это? И на что имеют право те, что остались без водительских прав? Разбиралась Мария Новикова. Вот видите, закрыто у них. Приехали, вздыхает Константин. Его учеба в этой школе заглохла, едва успев завестись. После того, как курсант внес большую часть денег, ему указали на дверь. Также здесь прокатили еще несколько десятков горожан. Нам сказали, что там нет света, два дня не будет. Мы пришли через два дня. Нам сказали, что прокуратура там. Ну и вот потом все вообще. Даже ни оповещения, ничего не было. То, что что-то произошло. Курсанты несколько недель ждали, что школа откроется. Однако руководство срулило в неизвестном направлении. Со всеми деньгами клиентов и их надеждами на корочки водителей. Научиться вождению курсанты смогли лишь в теории. До автодрома они так и не доехали. По словам учеников, автошколе практику спускали на тормозах. Сперва все машины были в ремонте, а потом курсы и вовсе закрылись. Телефон директора ученикам пришлось искать в интернете. Сам он на связь не выходил. Позже объяснил, что его бизнес заехал в тупик из-за финансовых проблем. Мол, до этого его довели новые требования по аккредитации, которые должны были пройти в ГАИ все автошколы. Пока документы были на оформлении, утверждает собственник, курсы не работали, а новичков не набирали. Те деньги, что были, ушли на зарплату сотрудникам и аренду. Мы не набирали клиентов, пока не получили заключение. Поэтому и попали в финансовую яму. Я же вам ответил, мне плохо, у меня давление. Я лежу, вы меня дальше мучаете. Меня всего колотит. Зачем вы продолжаете издеваться надо мной? Надо мной все уже издеваются. Была лучшая школа. Превратили, довели. Впрочем, плохо сейчас не только директору, но и инструкторам автошколы. По их словам, деньги у начальства есть. Только куда он их дел, непонятно. Сами подчиненные уже почти полгода сидят без зарплаты. Чуть издал денег. В августе месяц он набрал 50 человек в группу. Вот посчитайте, он получил миллион денег. В север, ноябрь, декабрь, заварь. Февраль, пять месяцев уже не получают. В Уральской ассоциации автошкол считают, что вряд ли этот бизнес забуксовал из-за изменений в законах. У добросовестных предпринимателей оформление документов ГАИ, как правило, проходит довольно быстро. И даже без новых групп автошколы не разоряются. Проблемы же возникают не на ровном месте. Очень много же у нас таких ИП, которые набирают группы. Перед тем, как обучать их, они говорят, извините, мы обанкротились. Либо они их обучают, но не выдают им свидетельства об окончании. Или они выдают и не проводят с ними экзамен в ГАИ, говорят им, идите там, как хотите, так и задавайте. Курсанты iDrive сдаваться не собираются. Они хотят подать не директора в суд, готовят коллективный иск. И для этого ищут всех, кто тоже далеко не уехал с этой автошколой. Мария Новикова, Юлия Анашкина, Владимир Середа. Новости 41-го канала.